привет хотите узнать про один из самых навороченных квадрокоптеров с камерой из не самых дорогих на рынке китая и с самой большой комплектацией и да это недорого если сравнивать с топовой фирмой диджай которая выпускает квадрокоптеры совсем другого уровня и за бастословные деньги это новый квадрокоптер модель 2021 года под названием csf 100 он снимает по заявлению в 6к и делает фото с обеих камер имеет трехосевой стабилизатор электронный стабилизатор время полета на одной батарее 35 минут он может летать по заданной траектории и в нужную позицию по данным gps и много еще других функций которые не всем пригодятся я же при тестировании хотел узнать на что реально способен квадрокоптер и как в действительности он снимает приходит гаджет фирменной упаковки и в кейсе который защищает гаджет от падений и грязи в кейсе сам квадрокоптер уже с аккумулятором на борту и с лопастями в нижней части мы видим слот под флешку есть еще два аккумулятора и пульт управления который можно управлять квадриком как с телефоном так и без в комплекте еще присутствует флешка на 64 гигабайта и запасные лопасти зарядным кабелем и ключиком шестигранником сразу при распаковке могу отметить кнопку на аккумуляторе под который виден заряд устройства и разъемы тайп си для зарядки как и кумов так и пульта управления в котором кстати своя внутренняя батарея что очень хорошо они съемные пальчиковые батарейки для запуска квадрика нужно сперва нажать на кнопку аккумулятора а потом зажать ее на несколько секунд и настраивать его не нужно все интуитивно понятно и просто этим устройство могут без проблем управлять как дети так и взрослые чтобы он взлетел на пульте управления отводим джойстики в нижнюю правую и левую стороны ну как я показал и все можно играться вот так и хай будет так хай будет а лопатик выше вот так в полете квадрик имеет световые маячки которые при низком заряде аккума будут мигать красным управление осуществляется через пульт и в сам пульт можно прикрепить телефон подсоединяется телефон через вай-фай и через приложение gps uva квадрику можно задавать разные задачи такие как лететь заданную точку или по заданным точкам отмечены на карте а также круговорот над объектом vr и смена камеры круговорот или наблюдение за объектом осуществляется очень просто например вы подлетаете к объекту находясь над ним и включаете функцию кружить и квадрик будет кружить вокруг объекта честно говоря другие возможности связанные gps картой я не сильно тестировал ну вернее попробовал один раз нажать функцию бежать не знаю что она значит и квадрик как побежал то есть полетел непонятно куда что я даже не успел его тормознуть а вот бетонная стена неплохо успела его тормознуть от удара и падения ничего с ним не случилось трапинка только небольшая осталась и после этого я решил ну их эти функции сам управляю так интереснее вообще квадрик очень умный когда будет садиться заряд гаджет автоматически прилетит на заданную точку по gps или просто сядет на землю если этой точки нет расстояние на которой может улететь это муха один километр а пульт работает на расстоянии в 1 и 2 километра высоту я лично подымал его на 100 метров а заряда одной батареи хватает на 35 минут пульте батарейка на 500 миллиампер часов ее можно подзаряжать от павербанка если нужно слову сказать мне ни разу не удалось посадить аккум на пульте на час работы думаю должно хватить заряда с головой аккум самого квадрика на 2800 миллиампер часов и их у меня три в комплекте но можно взять и с двумя аккумами там цена будет немножко дешевле управлять к слову через пульт с джойстиками очень просто и интуитивно понятно можно также управлять с телефоном вместе наблюдая за картинкой с камеры на самом телефоне а можно и без смартфона просто летать но с телефоном конечно прикольнее давайте лучше посмотрим на то как снимает квадрокоптер заявлено качество 6к в реальности будет такое качество как думаете и 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 вылетов вот что могу подытожить квадрокоптер классный управляется легко и все понятно после нескольких проб уже можно смело летать у меня было пару вылетов очень сильный ветер и квадри конечно сдувало сильно он боролся с ветром и вроде неплохо получалось из-за веса и мощности но все же в сильно ветреную погоду я не рекомендую его запускать при слабом ветре летать без проблем можно во время каждого вылета который вы видите в этом видео был небольшой ветер и как видите снято все неплохо стабилизация отрабатывает хорошо качество съемки конечно не 6к как заявлено но и грешить что камера снимает ужасно я не буду а если картинку еще и подкрасить как например сейчас то качество вообще будет зачет не на уровне топовых квадрокоптеров конечно но и цена данной мухи в несколько раз дешевле топовых вся запись управляется через смартфон пишет квадрик в свою флешку опускать и подымать камеру можно кнопками на пульте в общем кому интересен данный гаджет то я скажу что этот вариант очень достойный как по мне подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить свежие ролики и всего вам хорошего вот еще несколько планов которые я снял на этот квадрик а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok